МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Единственное расследование. Давайте посмотрим, что у него из этого получилось. Вон из того стока белые-белые пены, молочные практически реки выходят и ударяются о берега. Жалко, разве что только берега-то не как в старой русской сказке. Они кисельные, а самые что ни на есть бетонные. И чем ближе подходишь, тем четче видно, насколько здесь много этой мистической пены. Откуда она взялась? Перед тем, как отправиться сюда, мы заехали в местную управу. Но четкого ответа нам так и не дали. Было проведено обследование данных прудов. По предварительным данным, которые предоставил балансодержатель данных прудов, пенообразование случилось в результате промывки автодорог. Естественно, решаем сами во всем разобраться. Вот они, еще одни представители фауны. А вот они, кстати, недалеко от еще одного стока. Вот он, куда я показываю рукой. Там, кстати, можно невооруженным взглядом даже с этой позиции разглядеть такую образовывающуюся только-только пену. Кстати, тут уже давно работают специалисты из МОЗ «Водостока». И они заявляют, что ничего подозрительного в этой пене нет. Определяем состав. И главное, что оно не вредно для водоема. При проведении обследования водоема гибели флоры и фауны не выявлено. Так, мы сотрудников водостока. Сейчас спустимся к этой поеме и на себе проверим, настолько ли это безопасна вода. Давайте с меня начнем. Меня не жалко. Корреспондентов много. Особенно у нас на канале. Ну, пахнет обычной водой. Вот обычной проточной, что ни на есть. Никаких таких дополнительных примесей, конечно, не ощущается. Но посмотрим, посмотрим. Большинство людей спокойно прогулятся по парку и даже что-то пытается выловить из водоема. Хорошо пьет. А вы знаете, что в водоеме какая-то непонятная белая пена образовалась? Вот поменьше надо сливать, и не будет этой пены. Все унитазы идут куда? В наши пруды. Ну и так, по протянию многих окрестностей, мы пришли к этой автомойке. Все местные жители говорят, что именно отсюда стекают в пруд вот эти пенные образования. Пришли узнать, говорят местные жители, что с вашей автомойки сбрасываются в пруд какие-то химические образования. Неподалеку от этого заведения обнаружили еще один водостол, где пены гораздо больше. Судя по тому, что пена, по крайней мере, не воняет нефтепродуктами или какими-то другими отходами, это какое-то чистящее средство, которое просто слили в большом количестве в пруд. Там она перемешивается уже просто под давлением, попадая из пруда в этот канал, и, соответственно, появляется пена. Вспоминаем, что местные жители не раз жаловались на местную прачечную. Канистры наливаем, их отправляем на утилизацию специальной машиной, и они забирают. Походя по разным местам, мы пришли к выводу, что это, скорее всего, произошло из-за омывающих машин, которые ездят по улицам, чистят асфальты, тротуары, и, видимо, невольно дожди или какая-то другая сила сбросила это все в пруды. Марк Драницын, Александр Лужнов, Александр Романов. Москва, 24.